приветствую коллектив так ну что друзья я сегодня снова в лес выбрался в этот раз уже сейчас стою на переправе где проезжал речку на вездеходе вброд а на уазе тут можно по мосту так что друзья едем в лес вездеход кстати сломан окончательно я его было сделал все он работал как часики но последний вы выезд просто был просто какой-то кошмар мы даже не доехали до места развернулись кое-как на вибраторе в общем сейчас вставлю какие-то кадры посмотрите на аварийном зажигание короче кое-как мы не доехали до дома выходили пешком в общем смотрите сами что случилось с вездеходом почему я сегодня едут на этом аппарате ладно что ж ну а я тем временем еду на место а вы пока поглядите наши приключения едем друзья в аварийном режиме лампочка давления горит но это херня температура тоже бывает лезер но это тоже все херня функцию трамлера и коммутатора выполняет вибратор в общем то такая стоит коробочка на случай ядерной войны в общем вышел из строя то ли коммутатор то ли трамлер ни того ни другого в запасе уже больше не осталось едем в аварийном режиме слава богу пока не кипит двигатель пока еще не заклинил на дому еще 20 километров слышно надеюсь доедем ну все друзья короче не доехали все больше не заводится и на вибраторе не заводится в общем стартер тоже похоже приплыл так что дальше идем пешком 17 километров вышли мы до связи пешком там позвонили другу друг приехал забрал встретил съездили за улазом сейчас возвращаемся уже обратно подъехал сейчас вездеход на галстук и домой все сейчас машину заправляем вездеход уже на галстуке на лямке подвел конечно в этот раз у меня серьезно подвел за улазом сейчас и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Собственно, летом-то на нем что ездить... Особо растут... Пока... С колесом тоже проблема... Вон тут испорченная покрышка разбортироваться... Надо колеса искать... Вдобавок... Ладно... Как-то вот так вот... Погода солнечная... Даже не знаешь, как камеру выставить... Что ж, друзья... Доехал до места... Дальше пешочком переодеваюсь... Одеваю бродни... Пью чай... Возьму с собой... Наверное, тормозок в этот раз... Беру металлоискатель... Мы... В бой... Сегодня с разведкой... Разведка... Не знаю, с боем или не с боем... В общем, надо сходить... Тут одно место еще... Проведать... На зиму пока еще металла мало... Так что... Надо его... Искать... Надо его искать, друзья... Доехал до... Сюда... Дальше бы вроде как... Можно ехать... Но что-то я на этом... Хотя у меня лебедка с собой... Все... Неохота буксовать... Да там... В общем... Можно и так проведать еще... По пути, как бы сказать... Я тут ни разу не был... Потом... Пешочком тоже интересно походить... А вот и первая находка, друзья... На сегодня... Первая рельсина... Что ж... Ну... День хорошо начинается... Глазами... Прям тут... Без металлоискателя... Так и видно... И... Посмотрим, что дальше будет... Да, друзья... Здесь ус... Тоже очень-очень сильно зарос... Идти очень плохо по нему... Вот край леса... Тут ус идет... Вернее... Проходил... Раньше... Так... Нашел... Находочку... Интересную... Ну так... Чисто интересно... Какой-то ящик... У меня... Он похоже еще... С чем-то... Тяжеленький... Что в ящике... Что-то есть... О... В ящике, друзья... Костыли... Костыли в ящике... Целый ящик костылей... Короче... Может не целый... Беты... И костыли... Ладно, скидаю... Сейчас оставлю тут... Мало ли может... Вдруг сюда ехать придется... Заберу потом по пути... Вот такая вот у нас тут находка... Целый... Пол ящика костылей... Ладно, пойдем дальше... Что еще интересного... Интересного там... Сразу подумалось... Что здесь была стрелка... Только сюда подошел... Сюда просвет... И туда просвет... Такой небольшой... Как бы молоднички... Ну и так оно и есть... В этом месте вот... Такие вот две шинки... Ну и это... От стрелочного перевода... Как раз... На этом месте были... Так что стрелочка тут расходилась... Надо сейчас посмотреть по карте... Что куда... Чтобы определиться... Плохо, что больше ничего нету... Ну по крайней мере так не видно... Что бы крестовину какую оставили... Нет же... Ладно... Будем смотреть куда нам идти... Прямо или... Может как-то кругом... Чтобы выйти... По одному усу и по другому... Посмотреть надо... Как лучше тут пройти... Тоже тут такие заросли... Друзья... Еле пробиваюсь через них... Пешком-то невозможно идти... Не то что приехать на чем-то... Следующий рельсин... Почти наверху лежит можно сказать... Ну что ж... Отлично... Надо сделать заметку... Ставить точку... Пойдем дальше... Все-таки есть тут тоже металл... Вот уже 300 килограмм... Нашел сегодня... Рядочком еще вот такую трубу нашел... Это... Квадратную... Видимо конник... От сцепа был... Так... Вроде больше тут... Ничего больше нет... Да... Больше ничего в округе не видно... А на этом, друзья... Усу уже без металлоискателя... Уже нельзя... А потому как рельсы вон под мхом лежат... Их не видно... Завод имени Сталина... Вон написан... 18 кг... Кто-то из зрителей спрашивал... Почему я говорю 18-й... А там 24-й... Ах... С чем это как бы связано... Маркировка рельс... Р18... Р24... Р50... Р65... Р75... Р14... Ну это сейчас так и маркируется... А раньше маркировались они по килограммам... 18-я... Значит 18 кг... В погонном метре... Ну или 24-я... 24-я... Соответственно... Думаю... Объяснил... Если кто не знал... Все... Вот он окончается... Что ж... Ставим меточку опять... Ну что друзья... Сказать... Снова... Снова... Ой... Я даже не знаю как это назвать-то... Победа что ли... Снова... Снова... Короче... Хороший металл нашел... И его тут много... Вы посмотрите... Я не знаю... Так наверное... Через камеру... Будет сразу-то и не понять... И не видно... Вот это вот... Что такое... А это рельсина... Это рельсина... Друзья... Тут лежит... А вот это... Что такое... А это... Рычаг балансиров... Тут лежит... Друзья... Вот он... А это... Что такое... А это тоже... То ли рычаг... То ли... Короче... Труба какая-то хорошая... Смотрите... Шулка балансира... Наверное... Какая-нибудь... А это... Что такое... А это... Еще какая-то... Железка... Хорошая... Это... Кардан у нас... Смотрите... Так... А это... Что такое... Это... Ладно... Это... Непонятно... Вот здесь... Что вот такое... А здесь... Что-то есть... А здесь... Друзья... Что-то есть... Трубинь какая-то... Здоровенная... Смотрите... Ох... Вот это... Метал... А тут... А тут... Еще у нас балансир... От... ТДТ-40... А? Как вам? Здесь... Тормозная лента... Да блин... Я так и трактор найду... Здесь... Барабан лебедки... Здесь... Рамка радиатора... Скорее всего... Так оно и есть... Самого радиатора... Жалко нету... Так... Здесь... Смотрим дальше... Какая-то... Алюминиевая штучка... Еще какая-то... Штучка... Дрючка... Так... Здесь еще... Кусок барабана... От лебедки... Смотрите... Вот... Все вместе с вами... Откапываю... Здесь какая-то... Железяка... Запчасть от трактора... Так... Тут еще... Помпа... Короче... Тут надо... Походить... И все это... Хозяйство... Складывать в кучу... А я иду... Какие-то мелкие... Сигналы... Что-то... Странно... Как-то... Что-то... Очень мелкие сигналы... Это... Видимо... Скорее всего... Корпус... Воздушного фильтра... Секрет... Отойди... Вот... Да... Точно... Это... Воздушный фильтр был... Ну что ж... Друзья... Это... Это... Блин... Успех... Это... Опять... Хорошая... Находка... Вот... Какая-то труба валяется... Здесь я еще что-то видел... Да... Вот... Не только гляньте... Не только гляньте... Сколько тут металла... Здесь еще рычаг балансиров лежит... Рычаг... 100 килограмм... Один рычаг... Здесь... Еще рычаг балансиров... Здесь... Тормозная лента... Да... Это еще рычаг балансиров... Блин... Так просто... Нескоро-то поднимешь... Здесь барабан... Опять от лебедки... Ух ты... Он тоже тяжелый... Я вам скажу... Он, друзья... Тоже тяжелый... Здесь как минимум... Уже... Три рычага... Да... Вот... Еще рычаг балансиров... Смотрите... Еще 100 килограмм... Вот они лежат... Ху-ху... Крутяк... Ну запчасти... Это тоже очень хорошо... Такие запчасти тяжелые... Это тоже супер... Так... Вот тут еще какая-то труба... Скорее всего еще один рычаг... Не уверен... Но... Да... Здесь вот что-то еще тяжелое... И еще... Да... Еще рычаг, друзья... И... Еще что-то... И еще тут... В куче навалено... Балансир еще... Рычаг балансиров и балансир... Вот это круто... При плюсом рельсина... Здесь же... Рядом пока больше ничего не вижу... Так... Глазами по крайней мере... Ну это опять... Хорошее местечко... И опять вот в таком густом тут... Вместе все... Ну что ж... Круто... Надо как-то это все хозяйство... Окучить тут... В кучу сложить... Заметить... Где что... Где сколько... Где чего... Здесь еще... Ох... Еще какая-то железка... Ух ты что-то тут... Блин... Бортовая... Бортовая, друзья... Корпус бортовой... Или... Целиком бортовая тут... Я еще... Котика не находил... Корпус бортового редуктора... Вот он лежит... Да... Он целиком тут... В сборе практически... Вон у него вал сломан... Похоже что вал обрезал... Или что... Или как-то... Не знаю... Короче... Надо его тоже... Отсюда как-то попробовать... Вытащить... Вот такую кучу я... Друзья... Уже тут насобирал... И даже немножечко латуни... От радиатора есть... Ну это еще... Это еще маленькая куча... Здесь еще вот рычаги... Раз... Два... Три как минимум рычага... Это еще 300 килограмм... Плюс мелочевка... Ну и так в округе надо ходить... Прозванивать... Ходить копать... А я блин... И лопату-то не взял... Вот тут-то я пожалел... Что лопату не взял... Думал... А что там... Рельсы... Опять все наверху будет... Ну ладно... Выкопаем как-нибудь... А да... Кстати... Это... Это у нас каска... Лесорубовская... Видать... Древняя вот такая... Касочка... Чтобы рельсы... По голове... С неба не ударило... А то они тут повсюду... Так... Ручную лебедку эту... Китайскую... Принести... Принести... Это да... В общем... Посмотрим... Может быть... Вдруг... Что... Как-то тут вон... Бортовая... Недостата... Может когда-нибудь... И приеду еще... Сюда... На это место... Приду... Тем более... Я там подусок... Не разведал... Может еще что-нибудь... Надумаю... В этой стороне... Где-то что-то поискать... Возьму лебедку... Может что-то где-то... Если... Сейчас не получится... Достать... То... Приду с лебедкой... С лопатой... Попробуем выкопать эти... Моменты... Потому что... Если их сейчас не добыть... То зимой... Тоже будет... Сложно... Вот здесь... Бортовая лежит... Тоже... Она тяжелая... Килограмм... 150... Наверное... Если не меньше... Не больше... А так... Пока в округе... Больше ничего не вижу... Кроме вот этого... Скорее всего... Что на этом месте... Когда-то... Ну типа... ПРМ-ка стояла... Передвижная... Ремонтная... Мастерская... Ну и... Может... Вахтой тут стояли... Потому так много... И запчастей... Нашел... Очень интересную деталь... Вот это вот... Сначала не понял... Что думаю... Запчасть такая... На тракторе вроде таких... Не должно быть... Откуда бы... Что... А это оказалась часть... Тисков... Тиски у нас... 1968 года... Друзья... Даже порт номер... Вот... 40... 45... 57... Даже не... 68... А... 66... Друзья... Еще раньше... 66... Год... Очень древние... Почти... 40... 60... 58 лет... Да... Получается... Если я ничего не путаю... 58 лет... Этим тисам... Было... 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 Два рычага... 200 килограмм... Плюс два балансира... Еще 100... Почти 150 килограмм... Один балансир... Что-то по 60... Или что-ли... Или по 65... Или килограмм... Один балансир... Так что... Плюс барабан от лебедки... Вот барабан... Не знаю... Сколько их штук... Уже находил... Очень много... Тут два барабана... Два барабана... Один ломанный... Один целый... Ни разу не взвешивал... Плюс там еще три... Удак... Это... Три... Пять... Получается... Пять рычагов... 500 килограмм... 650... 700... Короче... 700... Плюс рельсина... Тут еще килограмм 100... Наверное... Да... Еще надо... Прозванивать... Это все место... Хозяйство... Смотреть... По тонну... В одном месте... Пошел... Вон... За той трубой было... Хотел... Ей... Эти рычаги подоставать... Иду так... Кочка тут у дерева... Как раз... Пнул... А тут... Короче... Еще все в железе... Короче... Вот железо... Вот... Прак... Вот... Балансир... Под балансиром... Еще какая-то железка... Сломанный... Балансир... Тут... Тут вот такое... Вот... Еще... Да... Точно... ПРМК... Здесь еще какой-то металл... Под ногами... Все тут... Напал... На земле... Тут все в металле... Вон, друзья... Каток... Каток даже есть... Похоже, что каток нашел... Вентилятор... Блин... Да тут целый трактор... Короче... По запчастям разобран... Точно... Здесь каток лежит... От сороковки... Тоже тяжелый... Вроде 35 килограмм... Он... Со ступицей... Не помню... Алексей что-то там говорил... Кругом... Мелочевка... Да и металлоискателем... Так тут все... Все в округе тут... Везде все звенит... Тут вообще непонятно где... Где... Что и раскидано... Теперь... Видите... Прямо так все валяется... Итак... Эти два рычага... Оставлю здесь... Не потащу их... Пускай тут лежат... Магнета... Отпускача... Сороковки... Здесь куча... Как была... Так и есть... Больше тут ничего не добавилось... Ну и... Бортовую... Друзья... Я ее... Выдрать то выдрал... Как бы повернул... Тогда развернул... А больше я ничего с ней сделать не смогу... Не поднять ее... Не хватает сил... Не вывернуть куда-то на сухое... Не знаю... Может еще сейчас отдохну... Попью чаю... Еще попробую... Помучаюсь... Покопашусь... Может получится ее... Хотя бы куда-то тут... Рядочком... На сухое... В земле там... Вмерзнет... Ну еще прибор не включал... Что тут с прибором... Не знаю... Всяко что-нибудь да есть еще... Это так... По верху можно сказать... Большой я собрал... Металл весь тяжелый... Хороший... Крупный... Это... Не менее приятно... Вот такой металл... Собирать... Чем... Те же рельсы... Рельсы... Для работы интереснее... А вот... Именно в поиске... Интереснее... Запчасти собирать... Рельсы... Ну там рельсы и рельсы... Как бы да... Ну объем... Хорошо... А здесь... Можно и пол трактора... А может и целый... Даже найти можно так вот... Где может стоит... Какой остров... Полуразобранный... Вот так подставу нашел... Смотрите-ка... Тут рядышком... Со станом... Балансир... С двумя ступицами... В сборе... Все... Катки ставь и поехали... Вон даже крутятся... Ну он врос... Вот он в дерево... Здесь врос... В дерево... Вот тут вот... Видите... Он между двух деревьев... Тут вот он... И все... Только... Вырубать его отсюда как-то... Я не знаю... Одно дерево... Надо... Уничтожать... Пока... Если что... Достать... Ну ладно... Пускай так будет... Хожу... Вот еще дальше... Пока так... Глазами хожу... Тут... Смотрю... Что-нибудь... Большое... Что можно найти... А... Ну... Надо... Прибор уже брать... Так... Я... Почти все собрал... Где-то там... Вон... Еще... Что-то хорошее... Торчит... Насос... Всю эту... Территорию... Больше ничего... Нигде нет... Ну так... Мелочь где-то звенит... Много сигналов... Таких... Которых... Проросли... В дерево... В корнях... Зажаты... Не достать... В общем... Достал... Рельсину... Поставил... Да... Ну... Тут мелочевка какая-то... Так... Бортовой редуктор... Два рычага... Ну и основная куча... Сейчас тоже... Покажу... Что еще тут... Удалось найти... Несколько траков... А... Часть... Рычага... Ну вот... Собственно... Сломан... Сломан рычаг... Да... Вот его... Вторая часть... Лежит... Эластичная муфта... Контактор... Тут какой-то... Пусковой... Мелочь... Различная... Собственно... Не так уж и важно... Ну... Когда вот мелочь кучами... Вот так оно... Да... Еще есть смысл... Тут его копать... Собирать в кучу... Когда ты знаешь... Что тут... От 100 килограммов и больше... Понятно... Если там одна-две железячка... Я их... Если где и выкопаю... Так тут и брошу... Ну или... Обычно я не бросаю... А вешаю на дерево... На дерево повешаю... Ну и потом... Когда зимой еду за этим металлом... Если уж... Найду... Встретится она мне... Эта железяка по пути... То заберу... Нет так нет... В общем... Есть катки... Балансирую... Рычаги... 500 килограмм только одних рычагов... Плюс балансирую... Катки... Редуктора... Барабаны от лебедок... В общем... Я думаю... Что на этом... Стане... На этом стане... Будем так считать... Ну тут... Скорее всего... ПРМ-ка стояла... Потому как я тут нашел... Резец... От токарного станка... Возможно... ПРМ-ка даже с токарным станком была... Контакторы... Вон какие-то... Видимо генератор стоял... Так что... Скорее всего была ПРМ-ка... Вагон... ПРМ... То и... Металл такой большой сброс... Ну как вот я так... Сразу-то не заметил... 20 метров буквально отошел... А здесь сверлильный станок... Друзья... Ну я говорю ПРМ-ка... Что ж больше-то... И что-то сдается мне, что она недавно упала... Интересно... Она... Под своим весом упала... Ну да... Скорее всего под своим... Потому что вот она падает... То думаю... Может ей кто-нибудь помог... И кто-то здесь уже ходил... Сверлильный станок... Смотрите-ка... Так... Вон еще какую-то железячку вижу впереди... Но что-то в эту сторону я и не ходил... Скорее всего... Из той же оперы... И что-то... Ух ты... Вот это уже тяжело... Ну как тяжело... Нормально... Это... Барабан фрикционов... Ух ты... Целый сборик... Вместе с выжимным тут... Со всем... Со всеми делами... Вон видите... От бортового редуктора... Трактора ТДТ-40... Они на 55-ке... Такие же эти барабаны... Собственно... Почти один в один... Наверное... А в эту сторону я и не проверил... Да... Я сюда думал... Тут дальше по усу пойду... Так посмотрю... Не ходил сюда... Металл на стане, друзья... Продолжает попадаться... Воздушная фильтра донышко... Корзина сцепления... Какое слабенькое сцепление было на сороковках... Она почти как... Там что-то как у белоруса двигатель-то... Ну и масляный бак... Так... Да... Сцепление такое маленькое... А таки... Бешеные нагрузки... Держало... Гидробак... Да все... Думаю... Что-то... Железяка вроде... И точно... Чуть было не пропустил... Балансир... От котика... С одной стороны... Крышка... Ступицы... Пойду тащу его к этим... А к сверлильному станку... Туда все в кучу... Нашу тоже... Смотрите это... Смотрите-ка... Ах... ПРМ-ка-то меня никак не отпускает отсюда... Ну все... Наконец-то... Отпустила меня эта стоянка... Иду дальше по усу... Ну и раз уж я включился... Значит я что-то нашел... Ну что я мог найти... На усу... Вот... Найти рельс... А вот она... Одна... Одинешенька... Пусто конечно не проглядываться... Идти сложно... Ни костылей... Ничего так особо не звенит... Вот шел-шел раз... На рельсе он вышел... Ладно... Идем дальше... Только от той отошел следующий... Следующая... Друзья... Восемнашечка лежит... И еще одна... Совсем сверху... Вот она... Не вмерзнет... Ничего... Не откапывает... Ничего не надо... Вот она... Целая... Вся гнутая... Так и лежит... Ну что ж... Отлично... Вообще... Просто супер... Ну я сегодня рад... Я рельс нашел... Раз... Два... Три... Четыре... Пять... Пять или шесть штук... Почти тонну рельсы... И тонну мелочи... Вот этой... Ну как мелочи... Ничего себе мелочь... Тоже... Ничего себе скажет... Ничего себе скажет... Он мелочь... Вот так-то... Вот такие находки тут... Друзья... Отлично... Ставим точки... Возвращаюсь к УАЗу... Все... УЗ закончился... Ну там подусок еще отходил от него... Но... Я уже по нему не пошел... Там ничего не видно... Ничего не понятно... Сигналов нет вообще... Две тонны... Две тонны... Две тонны... Две тонны... В этом году прям... Какие-то... Сначала вроде как-то не заладилось... Не пошло... А потом как пошло... Как пошло... Да... Прям мега находки поперли... На зиму уже... Десять тонн минимум у меня... Найдено... Осталось вывезти... Зима придет... Зато работа будет... Кто думает что... Все это у меня вывезут до зимы... Да ради Бога... Если уж кто-то где-то что-то и найдет еще кроме меня это... И даже сможет вывезти... То... Ну что я могу только порадоваться за них... Раз они такие... Оказались смелые... Ребята... Ну в смысле смелые... Проворные... Смело это в плане того что... Вывести не нарушив закон... Этот металл... Нельзя... Там местами на... Вот такие елки пилить... Прям вот через такой лес надо пропиливаться... Кто... Кто на это пойдет... Кто пойдет на то чтобы пропиливаться вот через такой лес... Я думаю... Мало этих... Как... Таких смелых... Маловато... Они конечно есть... Ребята-то... Отмороженные... Но не каждый на это... Пойдет... Из-за каких-то там... Нескольких там... Десятков тысяч рублей... Заработать миллионные штрафы себе... Ну вот... Вот я иду друзья... Где-то вот тут вот рядышком... Мус проходил... Тоже там все заросло... Завалено... Вот иди пили... Вот такой лес... Так что... Я говорю... Что если заберут... То... Я не расстроюсь... Здесь я не расстроюсь... Ради Бога... Все друзья... Добрался до машины... Сейчас... Выезжаю... Еду... Туда где прошлый раз копал металлолом... Там у меня еще одна рельсина найдена... Уже... Под конец ее нашел... Не захотел было... Силу больше не было... Ее доставать... В общем... Надо достать ее сейчас... Так что... Выезжаю... Ну вот... Друзья... Доехал я до рельсин... Я уж... В прошлый раз ее уже в самом-самом... Уже когда загрузился... Все... Собрался ехать домой... Увидал... Но она скорее всего... Будет не целая... Потому как отверстий нету... Может какой-то кусок... В общем... Надо как-то ее выдрать отсюда... Каким-то... Способом... Сейчас попробую сначала домкратом... Поддомкратить... Так как... Здесь она идет... Под дерево... Надо выдомкратить из-под дерева ее... Первонаперво... Потом уже... Попробуем выдернуть... На дорогу... На дорогу... На дорогу... Продолжение следует... Прямо возле УАЗа уже второй кусок рельсины вытаскивал Это подлиннее будет Метра два наверно Метра полтора наверно такая Очередная рельса с клеймом КМК 1962 год Р-18 На этом уже Р-18 написано А 50-х годов еще сталинских 54-х годов В общем, вот эти 56-й Они уже еще пишутся 18 кг Там, где завод имени Сталина КМК ММК Там пишется 18 кг А здесь уже Р-18 Маркировка И вон там точно такая же ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Все, можно отправляться в сторону избушки Прицеп-день дорогой брошу И там, где завтра буду копать Оставлю его Вот здесь уже 54-й год Клеймо стоит Вот это шок для меня, друзья Ну, вы поняли? Кто-то тут на Ниве На Ниве, блин Хе-хе-хе-хе-хе Проезжал Проехал сегодня Ой-ой-ой И ведь проехал Не знаю, может, правда, копал или бедил Не знаю, я о чем тут как Я в на УАЗике Я не рискну сюда ехать, знаю что это А тут, блин, на Ниве Нет, ну след от Нивы Сто процентов Нива, да еще и с прицепом Сзади еще и прицепчик Вон видно, что у нас прицепок С ума сойти Я вот на Драконе боюсь ездить Хе-хе-хе-хе Тут люди на Ниве и шпарят Да А что он сюда вот не поехал, не знаю Что-то тут вот, видите Знаю мы тут Он видно на мост заехал и обратно катился Спячивался А мы проехали вроде по мосту в первую дорогу Ничего так не страшно вроде даже Оказалось нормально Не, мы по мосту поедем Проще всего Проще всего По мосту, конечно, страшновато как-то ехать Но Ничего, можно Ну-ка, вот видите, она хорошая лежит Надо бы ее тоже куда-то на мост пристроить Так, я тут еще поперекладывал Чтобы было поровней, получше Сейчас вообще стало нормально Тут ровненько все Ничего никуда уже не провалится Все, теперь тут Можно сказать По мосту можно более-менее Безопасно ездить Конечно, с таким мостом сказать безопасно Это, блин, это много сказать Ну, Нива там как проехала Как? Скажите мне, пожалуйста, если это Нива Ну, вроде как Нива Нивы следы-то, Нива Сто процентов Как она там проехала? Тут уазики с лебедками буксуют на больших колесах Прошлый год тут уазик утопили Так, что вода в двигатель попала Ну, может, воды было побольше Нива может Здравствуй, изба Здравствуй, изба Приехал в избушку, друзья Обратил внимание, бутылка валялась почему-то здесь Хотя она была как бы, ну, нормальная, надутая И стояла она здесь в углу с канистрами Вот с этими бутылками Надо бы прибраться в этом углу Половина не нужна Еще так посмотрел Такое ощущение, как будто по ней Вот, смотрите Вот, как будто такие полоски, да Прогнутости вот в этих вот местах Вот здесь, вот здесь, здесь Такое ощущение, как будто по ней Когтями Ну, хотя, не знаю Медведь Может, в избушку заходил Потапыч, может, тут Приходил у нас Секрет о кашу он доедал, может Блин, ну тут однозначно кто-то был Хотя, может, ветром Ветром Канистру с гвоздями Канистру с гвоздями ветер не перевернет Блин, может, и потапыч приходил тут Буянил тут что-нибудь Не знаю, что Канистра вот здесь Лежала вот так вот С чего бы она упала? Не знаю Секрета вот Каша вот Небольшие остатки Не знаю, ничего больше не тронуто Медведь бы так Он бы тут все перевернул Вот эту мусорку бы он Перевернул бы ее Сто процентов тут Ладно Не знаю, что тут происходило За временем моего отсутствия Вот тут вот А так, это не то А то еще жирницы зимы тут лежат А тут все нормально Ну, в смысле, все как и оставлял Баннер вот Ветром загнуло Похоже, что ко мне гости пожаловали Каракат какой-то едет Каракат какой-то едет А ну, собственно Тот, что я из доставал Из канала, который он доставал Из канала, который он доставал Секрет Че, проводил? Проводил мужиков? Пацаны заезжали в гости так Посидели, чайку попили Пообщались Я уж на камеру снимать не стал Так, мало ли че Так, чайку попили Сейчас приберемся Ну что, друзья Времени уже много Сейчас еще секрету Есть и сварится там Ну и все, собственно По итогам сегодняшнего дня 2 тонны металл Пытало на зиму Плюс Около 200 килограмм В прицепе Что Очень даже хорошо Завтра еще Не знаю Килограмм 500 Еще копнуть завтра И было бы вообще круто А если больше Значит больше Так что Не унываем У нас уже все хорошо Все получилось Все отлично На этом, друзья Я хотел бы Сегодня попрощаться Всем удачи Всем пока Всем счастья здоровья Всем огромный привет И пока